друзья мои всем привет сегодня в этом выпуске хочу показать вам 49 выпуск серии наши автобусы и в нем у нас короса b732 в последних двух моих видео по обзору и доработки таджикистана 3205 видел спрашивали в комментариях будет ли обзор коросы и когда он будет у меня на канале как только камни короса доехала я вот вам ее и хочу показать выпуск приехал запечатанным давайте вместе его вскроем для начала полюбуемся на иллюстрации и странице журнала посвященную герой номера коросе b732 ну и соответственно перейдем к осмотру масштабной модели я честно говоря с моделью этого автобуса не знаком мне просто понравилось ее исполнение в масштабе я не знаком с ее историей просто знаю что в определенное время они поступали в нашу страну не особо большими партиями касаемо нашего региона не знаю были они у нас или нет не могу насчет этого сказать и так короса b732 чешский стиляга открываем и нас встречает наклейка 49 номер ну и демокартон очень вкусно пахнет журнал типографически вот этим материалом что гласит нам о том что наверное недавно недавно напечатали хотя выходил он в середине журнал июля ой июня прошу прощения что у нас здесь содержание три рубрики из чехии в сибирь автобус конструктор и от фар до татар что у нас тиражом тираж выпуска составляет 4445 экземпляров сборная коробочка автобусы чешской марки короса были не так популярны в нашей стране как венгерские карусы хотя например в 90-е годы их поставляли едва ли не больше чем и карусов наибольшее распространение у нас получил городская модель короса b732 ну вот как раз и этот абзац нам вкратце рассказывает о том как короса попала на просторы нашей необъятной родины ну и соответственно здесь иллюстрации не будем останавливаться на истории присутствует фотография модификации сочлененного городского автобуса короса b741 в омске я слышал их было много но насчет саранска не знаю может быть и попадались не могу сказать я такой информации не владею технические характеристики автобуса короса b732 тоже представлены если вот смотреть на фотографии представлены журнале то можно сделать вывод что зачастую цвет корос был белый с красными полосами но почему-то у нас выпуске такой вот не очень распространенный вариант окрасы белый с синими полосами что естественно я хочу исправить на модели но это все позже идем дальше друзья здесь у нас схема автобуса короса b732 к сожалению у нас здесь поручни только на водительской перегородки нужно будет добавлять но ничего будет чем руки занять при доработке сборка панельного кузова автобуса короса отличались довольно редкой технологии сборки кузова поэтому весной 87 года из советского союза союза в чехословакию отправилась делегация глав автобус промо специалисты отметили что при болтовой сборке кузов автобусов короса требуется особая точность изготовления элементов кузова зато снижается общая трудоемкость выполнение операции обеспечивается высокое качество сборочных работ и вот как раз представлена схема сборки панельного кузова короса b732 на предприятие в зеленодольске в объективе фотографа крупным планом у нас представлены города омск санкт-петербург казань нижний камск и луганск но также город владимир заключительная наверное страничка нет не заключительные производители мото ков выставка чехословацкий автомобиль в москве рубрика о производителе также красочные обложки интересные представлены и заключительная рубрика здесь та-4 ляс пожарно-спасательная машина на базе коросы по моему она в виде кита что выходила как-то смоле не помню ну и рекламка серии наши поезда следующем выпуске юбилейном выпуск номер 50 будет лас 697 н турист он уже по предзаказам рассылается уже кое-кто получил в группах вконтакте уже даже фотографии есть тот кто уже получил но я пропущу этот выпуск как-то мне не заинтересовал а вот следующий man sl200 я обязательно возьму и вам покажу ну а теперь время переходить к осмотру масштабной копии carossa b732 ну довольно таки увесистая хоть и немного модель здесь у нас корпус пластиковый шасси только металлическое поэтому веса в ней не очень-то много поэтому сейчас я ее распакую из блистера и мы посмотрим ее более детально итак давайте посмотрим на модель carossa b732 более детально я ее достал из блистера но у меня впечатление модели очень хорошие мне нравится схема окраса несмотря на то что выбран производитель не самый распространенный вариант это синие полосы но само качество изготовления модели мне нравится надо сказать то что промышленно эту модель никто не выпускал это новая модель наверное вообще в линейке автобусов но и в том числе журнальном исполнении ее промышленно мало кто делал в основном кустарное производство я думаю а может быть и того меньше и кустарный кто не делал нравится мне в ней то что основной цвет здесь он белый то есть не кремовый как это было в таджикистане в пазиках а именно белый вот за это производитель отдельные от меня спасибо очень здорово не надо перекрашивать полностью модель вот я как бы под себя думаю я крашу только на ней красные полосы сделаю маски и соответственно окрашу все эти полосы и бамперы красный цвет но посмотрим черную модельку более детальным что у нас здесь по передней части дворники отдельными элементами то тут решетка с фарами тоже я думаю самостоятельная деталь бампер зеркала все это из пластика большое панорамное стекло внутри обратите внимание есть перегородка из поручней водителя рычаг приключения коробки передач полевое колесо там есть декали приборов однозначно разбирать не будем потому что я боюсь отломаю бамперы а вообще чтобы обеспечить доступ к салону я думаю что здесь только нужно снять вот эти бамперы и соответственно салон с рамы он выскочит эти вот винты откручивать не надо не держит салон кроме рам у нас металлическая как и металлические оси металлические болты вот в принципе все здесь и металл остальное здесь пластик резина и диски здесь неплохие здесь присутствует должны мост раба на ранних ставился вроде как рабовский мост потом уже другие мосты стали ставить здесь у нас три двери 2 1 нет не распашные они автоматические широкие передняя на чуть поуже единственное что-то обратил внимание на поворотник какие-то него здесь большие не знаю так должно быть или нет наверное может быть стоит подточить его сделать из прозрачного пластика и окрасить лаком но это все при доработке посмотрим здесь также у нас есть шильдик короса поворотники за одну с кузовом место под госномер клыки с резиновыми накладками есть зеркальная пленка на зеркалах имитация зеркальной пленки катафоты по бортам а по крыше здесь есть воз воздухозаборные люки они вот не знаю наверно даже отдельными элементами что ли возможно возможно остекление здесь идет блоком и на через одно окно идут окна с форточками задняя часть автобуса присутствует место под госномер наверное горловина топливного бака ну и задней спитотехника так все вот вроде простенько вроде и выглядит очень даже интересно вот салон салоне у нас ничего не окрашено кроме как сама перегородки водительской все просвечивать потому что кузов здесь белый из белого пластика и окрашен белой краской тоненько естественно но салон обратите внимание там сиденья не окрашены они в черном пластике отсутствуют поручни тоже это все буду добавлять сиденья отправленная накрашивать не буду потому что посмотрел фотографии зачастую городские коросы шли со сиденьями с черными сиденьями единственно что на них окрашивались черные вот эти поручни на сиденьях серый цвет наверно только их буду окрашивать ну и вот такие вот у меня планы по доработке поручни окраска полос ну и соответственно окраска светотехники ну а так вообще короса вот получилось даже очень неплохая мне не нравится исполнение кузов не пластиковый да и ничего в этом зазорного нет исполнение главное чтобы хорошие в модели было она здесь неплохое очень даже неплохое скажем так на четверочку то точно на этом друзья все всем спасибо за просмотр пишите что думаете насчет этой коросы мы увидимся теперь уже на следующем видео это при доработке коросы мы соответственно позже как только доедет до меня man sl200 покажу вам и его на этом все всем спасибо за просмотр еще раз увидимся пока